Хей, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Вином, и это канал Пиксель. И как бы так сказать, сегодня видео в рубрике обзор посылок, но я не буду его нумеровать, и сделал такое название, чтобы вы даже не сразу поняли, какая это рубрика, ну, для моих подписчиков. А для гостей, ну, наверное, вы наткнулись на... это не кликбейт, внимание, на то, что видео называется «Пришла 10-килограммовая посылка», или как я его назову, я ещё точно не знаю, поиграть ещё там с вариантами как-то. Ну, в общем, сегодня мы реально пришла 10-килограммовая посылка! Я её поставлю пока. И, да, я не за столом, как всегда, и, чтобы вы поняли, вот здесь у меня диванчик, но я всё равно буду открою эту посылочку и показывать буду, что там внутри. И что же там, собственно говоря, внутри? Я пока потяну интригу. Я как-то уже, по-моему, в своём видео про конкурсы рассказывал, то, что будет видео про комиксы. Видео с пародией я бы рассказывал, что будет видео про комиксы, но это будут не те видео про комиксы, которые... Ну, вернее, сейчас видео про комиксы не то, которые я хотел изначально выпустить, но они будут. А сегодня у нас, вот, в посылочке будут 10 килограмм комиксов. Да, там, ну, я потом допишу то, что пришла куча комиксов в названии, это тоже всё будет. Так что, если вы не дочитали название до конца, то, извините, вы попались. Ну, вообще, ребят, и, кстати, извиняюсь, если будет на камере слышно звук вентилятора, просто только что, вот, съездил на почту, взял эту посылку, пришёл сюда, поставил камеру, начал снимать. У меня даже постель вот ещё не вся убрана. И вообще, ребят, это не будет полный обзор, то есть я не буду вам рассказывать сюжет комикса или что-то ещё, но я просто вам покажу, что мне прошли комиксы, и, да, скоро, если вдруг интересно, то я могу снять видео про мою коллекцию комиксов. Ну, не знаю, кому-то это может быть интересно, скорее всего, там нечислить для этих 20 просмотров, даже меньше. В общем, берём нашу кредитку, и я даже не буду ставить ускорную перемотку, я в этом видео, наверное, сделаю минимум монтажа, там больше, как, знаете, такое показательное видео, типа, что, чем я занимаюсь в обычное время. Ну, как, в смысле, посылки, которые... Ай, сложно. И, да, ребят, эта посылка мне пришла с одного российского сайта, не буду говорить никакого, потому что это будет просто реклама. Да, и, ну, она довольно-таки дорогая, ну, не буду говорить сколько, потому что вдруг кому-то будет интересно в моих доходах и захочет меня ограбить. Нет, у меня нет столько налички, это всё я сэкономил с одного кэшбэк-сервиса с Алиэкспресс, но там довольно-таки много у меня было, и я заказал все комиксы. И, нет, ребят, я не смогу сохранить в тайне, что это был за магазин, потому что это уже по пакету видно, что это 28-й. И, спасибо огромное, это магазин, я вот делал на своём 200 подпис... канале с 200... с 200 подписчиками. И, да, ребят, тут у нас... О, не один пакет. Ну, конечно, на них всё по нему вместилось. Вот у нас раз пакет, два пакет, и... три пакет, и... картонка. О-о-о-о! А-а! Ха-ха-ха-ха! Я уже думал, это постер, это... эээ... фарфоровые цветы Владимира Конецкого. Вот, чувак, это бесплатный реклам, не от тебя. Скорее всего, это где-то магазин в Питере какой-то, что-то... Вот видите, кусочек. Ну, ха-ха-ха! Это была подкладка. В общем, ребят, давайте начнём, наверное, с того, который я достал первый. И, да, ребят, тут, как всегда, куча порлона, поэтому тут, к сожалению, ускоренная переноска. В общем, ребят, вот это вот всё выбрасываем. И остаётся только самое нужное. Салфан. И, конечно же, я сучу просто вот тут реально, вот, видите, дофига. Это, кстати, моя уже не первая посылка с комиксами, просто раньше я их заказывал поменьше. Ну, и вот теперь, если будет кому-то интересно, то я буду делать такие обзорчики. И, в общем, ребят, ну, тут две картинки, чтобы не померлись, наверное. И начнём то, что лежало снизу. Это, ребят, двухтомная манга All You Love Is Kill. Вот, первый, второй, ну, в двух томах она идёт. И это, получается, моя первая манга, у меня были только комиксы, комиксы, книги и журналы. А это вот моя первая манга, я очень хочу почитать. Да, мне будет непривычно читать справа налево, но... Ребят, вот, у кого есть такая, ставьте лайк. И вообще, у кого есть комиксы из этого топа, ставьте лайк. И те, кто хотел бы эти комиксы, тоже ставьте лайк. Ну, а мы продолжим смотреть. Кстати, открывать я их не буду, просто показываю, что мне пришло. Вот, я даже ближе подсаду, вот. Аллы, именно это с кем-то, там первый и там второй. О, моя камера увидела их лица. Дальше, ребят, Марвел Зомби. Я этот комикс вообще заказал в последний момент, я о нём даже не знал, не видел ничего о нём. Просто лазил, уже хотел нажать кнопку заказать. И тут бац, мне на странице, вот на первой высвечивается, Марвел Зомби. Ну, я подумал то, что круто, я Марвел комиксы просто обожаю. А зомбаков вообще люблю. У меня... У меня... Я играл много игрушек, связанных с зомбаками, я вообще и фильмы люблю. И... Поехали дальше. Дальше, ребят, у нас идут комиксы про нашего мохнатого героя комиксов Марвел. Это реактивный енот в двух томах от издательства Чик и Гик. Кстати, а Марвел Зомби у нас издательство Зодиак. У меня раньше было только Камильфо и... И не помню ещё какое, но вот... Каратель Макс, то, что комиксы выходили. И про Дэдпулы, я не помню, какие там издательства. Блин, ну да, это... И, кстати, теперь. Я хотел заказать ещё два тома Стражей Галактики, но когда я уже хотел заказать, первый том весь раз продали. Поэтому только реактивный енот. Я не знаю, будет продолжение или не будет. Но я бы очень хотел... Если будет продолжение, я бы продолжил собирать с интернета, так как от издательства Чук и Гик у меня в городе не продаются комиксы. Только Камильфо, блин, и я забываю... А, Азбука продается, но это по DC комикс. И, ну, в принципе, всё. А, кстати, почему я заказал именно комиксы про реактивного енота, я мог заказать комиксы про Халка, Тора. Дело всё в том, что у меня вон та вот, вот видите стенку, вот эта вот. За ней у меня кухня, а на кухне у меня живёт енотик. И это просто прикольно. Ну, вообще, кто не любит ракету, если вы любите фильмы Марвел? И вообще Марвел. Итак, ребят, дальше у нас Дэдпул Тон 6, я крутой ата-отстой. От издательства Камильфо, включая в себя комиксы 27-31. И я его, когда я его уже заказал, я нашёл его у себя в городе. Но в городе он у меня стоит 547 рублей. Даже в том, что у меня скидка 15% всё равно выходит дороже, чем я заказывал с этого, с магазин 28-й. И нет, раскрывать я его не буду. Кстати, это продолжение Тон 6, я вам об этом уже сказал. И у меня вся коллекция комиксов про Дэдпула, кроме комиксов по Ашетт коллекции. И да, ну в общем, тут мало чего можно рассказать. Наверное, дальше пойдём. Дальше у меня комикс «Ребята. Веном против Карнажа». И он у меня тоже продавался в городе, но в городе, я говорю, он у меня стал дороже, чем в интернет-магазине 28-й. Поэтому я решил всё-таки его заказать. Включают в себя выпуски «Веном против Карнажа» 1-5. Ну и так как я тут не вижу нумерации, то, скорее всего, это без продолжения комиксов. То есть, хотя, может быть, будет продолжение. И, по-моему, в этом комиксе появляется симбиотоксин. Я точно не помню. Но я, кстати, всё прочитаю, так что не бойтесь. О, ребят, ребят, ребят. Это у нас комиксы черепашки-подростки-мутанты-ниндзя-черепашки-злодеи. В общем, ребят, это один из самых толстых комиксов. Я имею в виду с мягкой обложкой, потому что у меня с толстой есть и V значит R&D. Ну и я всё это расскажу, если будет вам интересно. Кстати, меня удивило то, что называется комикс «Злодеи». И обложка, вот видите, на обороте, крэн такой ужасный. Ну, реально страшно. Крипово он выглядит. Вот я поближе поднесу. Кстати, вот как выглядит обложка. Я надеюсь, моё лицо не смущает рядом с этим комиксом. Тут у нас Шрёдер. Шрёдер. Биба Прок, кстати. Этого я, к сожалению, не помню персонажа. Но, ребят, почему 12+, я не знаю. Я бы, ну, только из-за мрачности картинки поставил бы 16+. Хотя, может быть, тут кровью так... Так... Фу-то, блин. Короче, крови тут и нету. Только вот это... Крэнк этот криповый. И всё, может быть. И, да, ребят, я, по-моему, тут собрал все комиксы по черепашкам. Хотя... Да, по-моему, я заказал все. Если что, я буду заказывать со вторых рук. И... Ну, ребят, здесь рассказывать нечего. И как я... Я, кстати, не читал этот комикс. Ну, естественно. И я даже не смотрел обзоры. И единственное, что... Я могу догадываться, что этот комикс будет, по сути, чем больше злодеям, чем черепашкам и ниндзя. Хотя, нет, я смотрю на обложках и тоже маловато. В общем, я это всё узнаю. Я просто вам показываю. Дальше у нас идёт подростки мутанты черепашки и ниндзя. Тайная история клана Фу. Это тоже про злодеев, только уже про конкретных. Из клана Фуд. Это у нас Шедер. Это сами ниндзя Фуд. Но, скорее всего... Я, опять-таки говорю, я не смотрел. Кстати, это всё из-за комильфо. А это у нас было тоже комильфо. Сейчас я вот посмотрю. Кстати, тут... Это реально вот тут красиво сделан такой... Знаете, как раз... Знаете, если бы я смотрел где-то на картинку, я подумал, что это какой-то бархатный цвет. Тайная история клана Фуд. Логотип клана Фуд. И... А, ну, в конце у нас реклама большой фестиваля. Тут офигенные арты. И пошлите дальше. Дальше, ребят, у нас подростки-мутанты-черепашки-низы. Корт Гимптон. Корт. Я второй раз не произнесу это. В общем, у нас тут на обложке черепашки-низы наши. Черно-белые. Блин, я, к сожалению, забыл, как вот этих персонажей зовут. Да, в детстве, я помню, я их всех знал. Вот такой, кстати, комикс. Я реально всех знал. И... О, так тут стиль. Знаете, вот мне нравится наблюдать за стилями в разных комиксах. Потому что, вот, например, как-то я читал комикс про Дэдпула. Мне я уже... Я вот начал, вот, как запирать комиксы. Я сразу начал читать комиксы про Дэдпула. И когда я увидел кроссовер Дэдпула и Громоверсов, то там они чередовали сеть комиксов. То есть сначала Дэдпул, потом Громоверси. И вот мне интересно было наблюдать за стилем рисовки этих комиксов. И здесь она больше такая мультяшная. Но я не знаю, я не смогу показать близко, так как это не детальный обзор комиксов. И мне нравится наблюдать, как где-то более четко провисовано, где-то менее четко, где-то специально сделан мультяшный стиль, где-то замылено всё, как в защитниках, которых, слава богу, у меня нету. Я имею в виду российских. Вообще, ребят, вот... А, кстати, этот комикс у меня тоже продавался, но я его не хотел покупать, так как я не знал в интернете, все ли комиксы про черепашки-ниндзя или нет. Дальше у нас идут подростки, мутанты-черепашки-ниндзя. А вот... А, черепашки во времени. Тут у нас динозавр нарисуем. Вот так вот выглядит это всё, конечно же. Тут у нас стиль рисовки отличается от предыдущего комикса. Я, опять-таки, в авторию, к сожалению, вам показать не смогу, когда я как... Обзор занял бы больше времени. И тут я смотрю самураи, что-то... А, тут, походу, просто вот прыжки во времени. Хотя нет, комикс начинается с такой же рисовкой, как и предыдущий комикс. Так что, возможно, я мягко так плавно перейду на другую рисовку. И, ребят, комикс не от Марвел, ни Диси, ни Черепашки-ниндзя, даже ни Трансформе, ни Дарк Хорс, ни ещё что-то. Это у нас Человек-Тень. Комикс вышел уже довольно-таки давно. К сожалению, он в обложке, поэтому я вот так вот сделаю, чтобы Тень была... Нет, цвет меня отражал. Это я даже не помню, кто он. Валант, так называется. И я знаю то, что в этих комиксах выходили синглы на русском, по-моему. И я буду собирать вот такой вот, вот такие вот толстенькие, то есть там где по несколько, тут сколько, 4, да, этих комиксов. И да, Человек-Тень это для меня вообще новый персонаж. Я о нём никогда даже не слышал. И поэтому мне будет интересно прочитать... А, один из лучших комиксов про супергероев на полках, красивый, мрачный и увлекательный. Это у нас от IGN отзыв. И, кстати, это комикс 18+. Видите, в интернете можно купить всё, даже комикс 18+. Даже когда Тень нет 18+. В общем, ребят, на этом первый пакет синглой. И мы перех... Вернее, я перехожу, вы смотрите ко второму пакету. И вам спасибо большое, если вы не переключились. Ха-ха! Кстати, в конце будет ссылочка на... Я вот здесь вот где-нибудь оставлю на моё видео с конкурсом. Переходите, участвуйте. Там будут все условия. И, кстати, там одним из условий было набрать... Конкурс будет начнётся... Мой начнётся после преодоления отметки 500 подписчиков. Уже на моём канале 200. А было, когда я выпустил 165. И вам большое спасибо. А я вот буду открывать... Вернее, распаковывать салатом. В общем, ребят, распаковал я. И это тут не меньше салатом. Вот столько же, нифига, я не знаю, не посчитать ли меня наркоманом. Но тут у нас комиксов поменьше, но так как они побольше... Сами в размере побольше. И давайте начнём вот сверху. Первый это у нас недавно вышедший комикс. Почему я говорю недавно? Потому что он реально вышел, по-моему, этим летом ещё. Это у нас комикс Джокер. Мрачный комикс Джокер. Тоже с ограничением 18+. И, как нам говорят, тут будет рассказывать про Джокера. Но не от лица самого Джокера. А от... Не помню. Не от рассказчика. А от какого-то другого персонажа. И, кстати, у нас в городе я этого комикса не видел. Хотя это издательство Азбук. А у нас почти все комиксы от издательства Азбука привозят. Но, скорее всего, из-за сильной мрачности этого комикса... Видите, даже на обложке у нас уже стоит... Как, вернее, находится вот эта вот мрачная улыбка Джокера. Она тут реально мрачная, потому что она как окровавленная. В общем, вот, комикс Джокер. Идёшьте меня. Дальше, ребята, у меня находится Бэтмен. Убийственная шутка. Я его мог спокойно пойти купить в своём магазине. Ну, обложки я не буду показывать. Как вы их все видели, они побольше. И, ну, комикс довольно-таки популярный. Это убийственная шутка. Один из самых лучших комиксов DC. Это моё мнение. И мнение многих других людей. Этот комикс я мог спокойно купить у нас в городе. Если бы не ограничение 18+. И мне... Кстати, на обложке опять-таки красуется Джокер. И на одном из следующих комиксов тоже где-то должен быть Джокер. А, не здесь. Ну, в общем, ребят, вот, теперь и у меня есть этот шедевральный комикс, который я с радостью прочитал после того, как закончил с Дэдпулом. И, ну, всё. Это я сюда выбираю. Дальше, ребят, у нас идёт Бэтмен. Приключения. Это комикс по мультсериалу, по-моему, как я узнал. И прикол в том, что у меня есть уже такой комикс, но у меня есть он тоненький, а здесь дополнительные материалы и в твёрдом переплёте он. И, ну, что я могу сказать. Тут у нас в основном комикс про Харли Квин... В основном. И мне будет, не знаю, прочитать я смогу любую из этих версий. То ли делюкс-версию, то ли обычную версию, для... Которая... Ну, в мягком переплёте. Ну, наверное, буду читать эту, а две версии у меня будут для того, чтобы как-то просто красиво смотрелось. Кстати, вот этот комикс только в тонком переплёте мне купил... Вернее, как мне подарил мой лучший друг, у которого есть тоже канал на ютубе, который мне помогал снимать некоторые видео. В описании будут ссылочки на него. Это бесплатная реклама тебе, Дэн Майерс. Да, он там делает тоже... У него практически все видео будут по комиксам. У него пока что четыре, по-моему, видео. Но если вы любите, например, къебать Олега Семяку, то переходите к нему тоже. У него реально классно. Вообще, ему, кстати, безумная любовь. Поэтому всё, я иду дальше. Дальше, ребята, у нас идут два очень толстых комикса. Но это уже, получается, мой второй и третий комикс вот такого вот размера. Первый у меня, конечно же, без значения Индента. А это у нас спаун книга первая. Скоро уже выпустят книгу вторую, по-моему, 20 августа. И она мне тоже пройдёт, но пока что с вами книга первая. И вот как я смотрел в магазине, тут довольно-таки прикольно. Мне очень нравится рисовка, но мне нравится то, что здесь шрифт сильно меняется. То есть идёт он один, потом идёт второй. И я, конечно же, про этот комикс ничего не знаю. Кстати, издательство XL Media. И на обложке у нас такой белый фон и спаун. К сожалению, про эту вселенную я очень мало знаю. Про вселенную спаун. Как она правильно называется? Блин, я вот знаю то, что есть Marvel, DC, Dark Horse. А вот вселенная спауна, я не помню, как она называется. Ну и, конечно же, тут, по-моему, у нас 10, что ли, комиксов. И, ну, мне будет интересно познакомиться с этой вселенной, так как с Marvel, DC я уже довольно-таки хорошо знаком. Недавно начал знакомиться с Адрен Дарк Хорс. И, ну, вернее, от издательства Dark Horse. И дальше, ребята, у нас закрытый комикс. Это Веном, том первый. Кстати, анонса я пока второго тома не слышал. Это мой первый толстый комикс по Marvel. И третий получается вот такой толстый. И тут у нас целых 12 комиксов ходят. И, по-моему, я слышал, да, что если бы симбиот Веном залогел бы этот полом, но у меня есть этот сонник. И поэтому, как бы, концовку этого комикса я читать не буду, так как я ее уже прочитал. И тут должен быть спойлер, но я не буду вам портить впечатление, я же хороший. Да, на обложке у нас красуется Веном. Здесь у нас агент Веном на обороте. Здесь у нас вот Вен Марвел, Веном, авторы, том первый и агент Веном. Кстати, ребят, почему я заказал этот комикс? Вы спросите. Я в основном собираю только те, у которых 100% будет продолжение. А это я еще не слышал, но, как бы, вот, кто я? Правильно, я Майк Веном. Веном. И по природе мой любимый персонаж Веном. И, кстати, да, те, кто будут писать то, что я спер ник у Алены Веном, это не так, как, так как, вот, есть персонаж с именем Веном. Но и это не так, просто Майк Веном, это, ну, как вы, наверное, уже поняли, это мой псевдоним. А моя настоящая фамилия с... очень сильно созвучно с этим... с именем этого персонажа. В общем, вот такая вот запутанная история. Но все довольно-таки круто. Мы продолжаем. С этим пакетом, кстати, у нас все. И мы переходим к последнему. Это у нас, кстати, Fuji Box номер 2. Ха-ха, ребята, у нас тут... газета. Так, ребята, я воспользуюсь ножом-кредиткой. Как я помню, Fuji Box это бокс по комиксам про черепах Ниндзя. Это, по-моему, второй. Кстати, я купил на сайте 28-й последний Fuji Box номер 2. Я помню, я его как-то с того, как оплатил. На следующий день захожу и смотрю то, что в количестве... Все, он закончился. Хотя я выпускался, по-моему, с 2016 или даже 2015 года, не помню точно. В общем, ребят, во-первых, это оказывается... Там просто у них акция такая проходит. Там в каком-то Fuji Box... Ну, в боксе вам попадается кто такой-то. Например, во втором попадается наклейка. В десятом там попадается издание с какой-то там крутой обложкой. Ну вот, а мне попалось... Вау! Мне попалось наклейка с оригинальным мультом про черепашек и ниндзей. Это вот такие вот милые... Ребят, я их не буду никуда клеить, потому что, ну, как бы... Прикиньте, вот я сейчас наклею, а я скоро уже переезжаю в новый дом. И мне положили магнитик с фестиваля комиксов BigFest. К сожалению, я не смог поехать, потому что... Ну, очень далековато, мне бы эта поиска обошлась очень дорого. И начнем теперь комиксы. Первая, ребят, это юмористический комикс «Герой у психолога». Он намного меньше, чем мне казалось. И, кстати, тут она у меня царапина. Брак! Я буду жаловаться! Да, конечно же, шучу. Это она... шучу. Это юмористический комикс, которым, как бы, высмеивают... Ну, в положительный... То есть, не темно как-то, не прям вот, чтобы смеются, а просто как бы прикалываться над какими-то персонажами. Тут не только Marvel 10, тут, я знаю, и Черепашки Ниндзе, и кто они там? Звездные войны, и Пакмены, Спонжбобы, Скупиду. Ну, в общем, тут очень много. И я еще хотел заказать комиксы про Бэтумена, но что-то посмотрело, мне когда не заинтересовало. И, ребята, вот такой вот юмористический комикс. И я, наверное, буду собирать вот такие вот... Кстати, хоть и комикс юмористический, и довольно-таки детская рисовка. Видите, тут одна страница, один прикол. Ну, вот так вот, комикс имеет ограничение 16+, возможно, я почитаю и узнаю. Но, все равно, ребята, это прикольно, и стоит довольно-таки... Да вообще недорого, так что, ну, мне и это приятно. Дальше, ребята, у нас идут комиксы Подростки, Мутанты, Черепашки, Ниндзя, Постоянство во времен... А, Постоянство перемен, неправильно, сегодня произнес. И тут я не буду ничего говорить, так как, вроде как, и по названию я не могу вангануть насчет сюжета. И... А, ну, могу сказать, что это издательство Камильфо. И все. И дальше у нас Черепашки... И дальше у нас Черепашки, Подростки, Мутанты, Черепахи... Подростки, Мутанты, Ниндзя, Черепахи. Никак не привыкнул. Падший город. И тут у нас показано, как Рафаэль идти откуда-то, я не знаю. Кстати, комикс у нас 12+, и такая же рисовка, кстати. Ну, совсем мрачновато, обложечка. И издательство Камильфо, и Персона... О, тут не написано, какие тут номера в какой-то выпуск. Возможно, я в интернете потом посмотрю. Но рисовка мне уже нравится. Это 100%. А, вот, 22-28. А, дальше у нас Подростки, Мутанты, Ниндзя, Черепашки. Старые враги, новые враги. Этот комикс уже был у Дэна Мэрса. Ну, не на обзоре, я просто знаю, я с ним хотел бы купал. Тут ходят у нас номера 5-8, кстати. Вот он, восьмой номер этот. Так что этот комикс смело я дарю своему другу, и моя репутация чистая. И, ну, тут я тоже не могу ничего сказать. Рисовка такая же, как в предыдущих комиксах. И я очень сильно боюсь, если у меня, я какие-то комиксы пропущу. То есть, например, у меня будет идти 1-4, 5-8, потом сразу 12-15, или что там, 16. И я очень этого сильно боюсь. Но, думаю, такого не произойдет. Я тогда буду покупать со вторых рук. В общем, да, вот, идем дальше. Дальше, ребята, у нас Бэтмен, человек, который смеется, и в мягком переплете. У меня есть в твердом переплете, но я сказал, для полноты коллекции, я взял еще и в мягком переплете. Просто, чтобы шок было. И я его, конечно же, распаковываю. Кстати, я не знаю, почему некоторые люди не распаковывают комиксы, покупают и не распаковывают. Но я распаковываю и посмотрю, конечно же. Хотя, смотри, если не ничего, я уже все видел там. Но, кстати, опять-таки у нас тут красуется Джокер. И все, мы идем дальше. И, ребят, конечно же, уже последний. Пора бы, да, заканчивать. Последний комикс, это целых 6 комиксов. Побег из страны чудес. Я также буду заказывать с других сетов «Возвращение в страну чудес». И что-то, по-моему, «Жизнь в стране чудес» или что-то такое. Ну, а это у нас «Побег из страны чудес». Тут все 6 выпусков. И комиксы, по-моему, 16+. Хотя тут у нас вовсю на каждой комиксах, на каждой обложке красуются элегантные груши героинь. Тут я даже не знаю, почему больше заказал. Из-за груш или из-за интереса. В общем, да, ребят, это все. Все комиксы, то, что вы только что увидели, я вам показал, практически, да? В общем, ребят, у меня теперь куча салафана и газеты. Есть коробочка, которую я не буду выкидывать. Это у нас «Фуджи Бобс» номер 2. Также у меня тут есть, по-моему, 3 скидок, я насчитал, тут комиксы. Также вот магнитик-накличка. Три пакета с большого фестиваля. Две картонки, чтобы комиксы не помялись, мне также положили. И еще одну рекламу, ребят, не забываем про фарфоровые цветы Владимира Каневского. Не забывайте. Если вы живете в Питере и знаете о чем-то, то это вам. И также у меня осталась крутая коробочка для моего кота. Мерсик! Мерсик, мерсик! Ну, вообще, ребят, а на этом все. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Также, ребят, к сожалению, плохая новость, но обзоры посылок или игрушек, какой-то техники скоро могут прекратиться из-за нехватки средств. Если вы хоть как-то поможете, хотя бы 5 рублей скиньте, то уже как-то прогресс будет идти, и я буду что-то заказывать, покупать. И уже обзоры будут выходить больше, так как мой канал – это в основном обзоры. Но, наверное, будут выходить какие-то DIY, эксперименты, пародии. В общем, то, что требует минимум затрат или вообще не имеет затрат. Ну, вообще, ребят, на этом все. Лайк, подпискай. Кто может, пожалуйста, донат. Также в описании есть ссылочка. И вот здесь где-нибудь ссылочка есть на канал моего очень хорошего, моего лучшего друга, который, кстати, на котором я тоже буду частенько, наверное, появляться, если он мне разрешит. Дэн, ты же мне разрешишь? Вообще, ребят, всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok